Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня о статистике в Инстаграм, которой по умолчанию в Инстаграм нет. Там вообще ничего нет. Инстаграм это такой рафинированный минимализм во всем, включая смысл постов. Подключить аналитику можно двумя способами. Переделав ваш аккаунт Инстаграм в бизнес аккаунт или используя внешнее приложение. Мы поговорим о втором и разберем внешнее приложение Icon Square. Почему не бизнес аккаунт? Потому что во-первых у вас может не быть страницы организации в Facebook, а для перехода на бизнес вам нужно будет связать аккаунт Инстаграм со страницей именно организации. И во-вторых, потому что теперь Инстаграм это Facebook. А Facebook на уровне алгоритма занижает охват бизнес страниц, вынуждая покупать рекламу. Поэтому пусть лучше он не знает кто вы. Хотя плюсы тоже есть, если вы готовы к возможным преподам переводить аккаунт в бизнес. Там аналитика подключается автоматически. Если нет, тогда только внешнее приложение. Их несколько я советую Icon Square. Приложение платное, но с 14 дневным триалом. Минимальный тарифный план будет стоить почти 7 долларов в месяц. Мы попробуем следующий за 22 доллара. Регистрация. Ну тут все понятно. Кстати, приложение не имеет русской локализации, но в принципе можно разобраться и без знания английского. Здесь собственно мы добавляем наш аккаунт Инстаграм. Он запросит логин и пароль, придется ввести. И предупредит, что получит доступ к вашему аккаунту. Придется согласиться. Вот он нашел наш аккаунт. Можно заходить в Icon Square. Или добавить еще один аккаунт или аккаунты. К сожалению, за каждый придется платить отдельно. И вот мы в Icon Square. Тут короткий ликбез, пропустим. Кстати, не удивляйтесь фотографиям, это не я. Пришлось отобрать аккаунт у дочери, меня в Instagram нет. Хотя я и обещал в одном из скринкастов завести Instagram, но эта социальная сеть оказалась выше моего понимания. А у дочери здесь фотографии частично безобразные, уж простите. Но насколько я понял, все фотографии в Instagram частично безобразные. Все, мы наконец-то вошли. Сначала по интерфейсу. Здесь вы можете подключить еще аккаунты Instagram, как говорится, были бы деньги. А здесь настройки по вашему текущему аккаунту в Icon Square. Слева панель доступных функций. Их много. Но нас интересует в первую очередь аналитика. Обзорная информация. Тут тотальная статистика за весь период и разнообразные частные графики. Вот это интересно. Время реакции на пост. Сколько лайков через сколько часов ставили. Максимальное количество 6 лайков через 3 часа после публикации. С этой информацией уже можно работать. Что еще? Данные по сообществу. Данные по контенту. Вот тут, например, сравнение по месяцам. Сколько постов в разные годы было сделано. Какие теги и как часто использовались. Вовлеченность. Лайки. Комментарии. Можно выбирать период. Вот что было за весь период. Или на этой неделе. Вот это тоже интересно. Лучшее время для поста. Невооруженным взглядом видно, что лучшие дни это суббота и воскресенье. А время... 7 часов вечера. Больше всего реакций. Хотя статистическая выборка слабая. Постов было не так много. Конечно, аналитика хорошо работает, если аккаунт живет. Ну, собственно, тогда и появляется необходимость ее подключать. Так, что еще? Вот это интересно. Конкуренты. Можно добавить конкуренты и сравнивать данные. Давайте добавим теплицу в число конкурентов. Хотя, конечно, теплица дочери не конкурент. Разные направленности канала. Вот статистика по теплице. А вот сравнительная таблица. Что, когда, сколько. Достаточно наглядно. Лучший способ продвижения это сравнение с конкурентами. Тут дополнительные функции разные. Вот тут, например, можно сделать свой виджет. Виджет канала. А тут различные способы взаимодействия с Facebook. Словом, это просто аналитика. Ничем не отличающаяся, например, от Google Analytics, ну разве что урезанным функционалом. Но если сравнивать с полным отсутствием аналитики, это более чем функциональное приложение. По крайней мере здесь есть все, что нужно для такой замечательной социальной сети, как Instagram. Все, любите друг друга, фотографируйте лучше на пленку и выкладывайте фото на стену в рамочке. Тогда поймете цену каждого кадра. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.